Ну, короче, фон получился у Анастасии, он такой вяленько, такой романтический, а цветы такие тыдыщ, очень контрастные. Ну, с ними еще можно поработать, с этими силуэтами потом, но все равно, как бы фон оторвался от цветов. И здесь два способа все это привести в единство. Да, либо мы делаем вяленькие цветочки под стиль фона, нежненькие такие. Вяленькие, нежненькие, это разные вещи. Ну, там, кто вяленький скажет, кто нежненький. Ну, либо мы делаем наоборот, либо мы все немножко поконтрастнее, ну, как бы приближаем к тому, что вот эти как цветочки сделаны. Ну, поконтрастнее, что ли, да. Потом, делая по контрасте, нам надо учитывать еще, что фон, в нем должен быть заложен градиент, который связан с источником освещения обычно. Ну, так или иначе, как-то. Хотя можно, в принципе, ну, в любом случае должен быть градиент какой-то. То есть, не просто пятна светлые, темные, выхваченные, они не решают вопрос, они придают фону просто рыхлость. Как делать, ну, градиент тоже надо думать здесь, как его сделать. Значит, он будет влиять на композицию. Каким образом? Образом таким, что он будет где-то усиливать контраст, а где-то ослаблять. Вот, если мы, скажем, делаем вот здесь вот темнее, например, да, то у нас усиливается контраст желтого, светлого и темного. Я даже на букет не смотрю, но потом можешь показать, Катюнь. Вот, усиливается контраст желтого и темного. А здесь, например, мы не делаем сильного контраста, и у нас разница будет не такая большая. Поэтому у нас сразу акцент, он переместится вот в эту точку. Я думаю, это нормально будет? Мне кажется, это будет лучше, чем, ну, например, чем если бы сюда делать контрастный элемент какой-то, да? То есть, например, если я здесь затемню фон, вот с этой стороны, логически это может быть оправданно, нормально. Но тогда у меня контраст весь переходит вот в эту точку. Всей картины, да? Всей картины. И у меня из-за того, что контраст сдвинулся очень сильно в край, у меня получается, что баланс, он и так нарушен здесь. Она, он уехала, вот эта вазочка, понимаете, да, в сторону. Он и так здесь нарушен. Он совсем уйдет, этот баланс. И вообще эта вазочка визуально еще больше прилипнет к этому краю, если я акцент сделаю вот в этом месте. То есть, мне, не меняя эту вазу, надо решить сразу целую кучу вопросов. Целую кучу вопросов. Интересно. То есть, надо уравновесить степень контрастности фона и букета. Надо изменить акцент, переместить его ближе к центру, вот к этой стороне каким-то образом. Понимаете, да? Потому что здесь акцент, который сформировался сейчас, вот тут, вот в этом месте, он не решает вопросы равновесия в этой картине. Тоже энергия в край уводит, да? Я бы даже, может быть, возможно, даже те изменения, которые я сейчас предполагаю, я вот здесь бы сделал бы, они бы все равно не решили бы весь вопрос кардинально. Что тогда можно делать? Я бы тогда взял бы и вазочку бы перемещал, вот сюда хотя бы чуть-чуть. Понимаете, да? Потому что она создает ось, которая визуально сдвинута в левую сторону. И 1-3. Ну, не знаю. Центр. Да. То есть, получается, здесь самая главная вазочка, да? Ну, она как бы, по ощущению, она сдвинута. Сдвинута. Получается очень сильно вообще все вот это. Право очень пусто. Ну, как-то, да. Как будто вот это вот место, вот этот кусок, как будто он не работает в этой картине. А если там на фоне окно нарисовать сзади? Раму, там кусок окна. Это может скомпенсировать, может скомпенсировать. То есть, она как бы ответка такая, да? Ну, да. То есть, вот композиция, она связана просто с размещением пятен. То есть, если абстрагироваться вообще, что здесь нарисованы цветочки, а просто представить это как набор цветных пятен, то не хватает равновесия где-то вот. То есть, вот эти, вот эту массу контрастную, ее можно уравновесить было где-то здесь чем-то. Ну, скажем, если там делать окно, ну, это как вариант может быть. То есть, если бы я, например, взял и вот здесь вот что-нибудь вот так бы сделал бы, ну, здесь уже... То есть, она бы как бы вот еще сильнее, наверное, да? Вот так. Ну, мастихин... Ну, да, вообще-то... Валентин... Ну, там где-то вот... Ну, короче, вот здесь вот мастихиночку натираем. Просто уже выкраску, кстати, сильно ее не разбавляете этим разбавителем. О, какая фактурочка-то прикольная. Она может равновесить? Фактура? Нет, нет. Она просто прибавляет. Она как бы... Вот я ее внес, я смотрю, хорошо. Но она пока еще ничего не решает. Она решает вопрос трехкомпонентности здесь просто. А, какое-то пятно. Оно просто не пятно, оно просто решает компонент фактур, да. То есть, есть, например, гладкая фактура, есть рельефная, а есть прошкрябанная фактура. То есть, это вопрос трехкомпонентности фактуры. Что тоже, оно сразу раз и заработало. Но мы сейчас другие немножко вопросы решаем. Хотя в живописи проблема в том, что надо сразу все вопросы решать. Все и сразу, пожалуйста. Ага, все и сразу. Ну вот я там начал что-то, у меня проскользнул этот мазок белильный. Сейчас вот я сошкрябал. И вот если я, например, скажем, где-то здесь чисто пятно какое-то активное, да. Ну это я просто даже чисто белилами его вот здесь вот дал. Оно может мне скомпенсировать... Я хочу к оппозиции. Да. Чуть-чуть скомпенсировать. Можно. Может этот цвет на драпировке быть? Ну, может быть. Он должен быть достаточно контрастный. Потому что вот здесь вот вся вот эта часть, она довольно контрастная. И вот эта для компенсации, она должна быть довольно контрастная. Вот эта штука. Но я сейчас уравновесил чисто по пятнам. Как вот на первом курсе института. Там уравновесите композиции. Вот там у вас тут это. А тут надо, значит, что-то такое сделать. Но как это, вот это пятно, его встроить в логику картины? Что это может быть вообще вот здесь такое? Липсовая голова. Липсовая голова. Вроде как бы образ тогда разрушается. Разрушается. Белая драпировка. Но драпировки, кстати, они сильного веса в композиции часто не имеют. Такие, как объекты другие. А мы можем приобрести свет. Брапировки они больше фоном считаются. Свет как... Ну, свет. Можем. Вот что, героям должен быть свет. Герой, свет. Да, это хорошая тема. Это основная тема. Герой может быть свет. Это хорошая идея. Это может быть падающий свет, например, от чего-то. Значит, мы можем взять где-то здесь, затемнить, предположим. И если мы уберем отсюда контрастность, то у нас она автоматически переместится куда-то вот сюда, и композиция будет более равновешенная. Ну, возможно, с вазочкой надо будет потом подвигать ее чуть-чуть, как вариант. Это может быть, например, букет, который стоит на окне, и там вот видно что-то за окном. То есть, не обязательно это падающий свет. Это может быть окно, которое там что-то, снег какой-нибудь. Ну, не знаю, что-то белое, солнце. Дом освещенный, машина белая. Ну, чего угодно. Да, там может быть. Поля на ногу. Но вот сейчас как будто она больше уравновешивается. Итак, я теперь думаю, что я могу еще сделать здесь. То есть, мне надо перенести немножко вот эти акценты убрать, чтобы оно перенеслось чуть-чуть сюда, чтобы уравновесить. Возможно, вазочку придется тоже, как я сказал. Хорошо. Мне надо, чтобы сделать объемную пространственную структуру, фон не делать плоским, ну, с минимальным каким-то, а сделать с каким-то более сильным переходом светотени. Тогда градиентность светотени, которая будет, например, от темного к светлому, потому что я уже светлое здесь заложил. То есть, у меня уже выбора остается меньше. Мне придется вот здесь сделать темное по диагонали. Понимаете? То есть, как бы я делаю какое-то движение, оно мне это движение начинает задавать алгоритм для следующего движения. То есть, я сначала делаю то, что мне более-менее понятно. Вот я взял и уравновесил. А вот это белое пятно, я понимаю, что оно будет влиять на дальнейший мой выбор с распределением на фоне, где будет темное, где светлое. Я вообще сначала думал вот здесь сделать темное. Да, отказались. Отказался, потому что, да, если я сделаю тут темное, предположим, самое, то у меня градиент, он пойдет не настолько динамичный откуда-то. Ну, хотя бы тоже может быть, может быть. Но мне почему-то кажется, что темный фон здесь, он решит какие-то вопросы. Но мне придется пожертвовать мелкотней. И, возможно, кусками вот этих цветов. Но уже можно будет потом добавить. Да. В каком-то обличье. Потом мне надо решить, насколько мне делать темнее фон, потому что он у меня не должен, по большому счету, попасть куда-то в листья, скажем, да. Но если он даже будет попадать, так как в листьях очень большой тональный разброс, он будет куда-то обязательно попадать. В цветы, в листья. То придется... То придется последний довод живописца использовать. Цвет. Цвет, да. Придется цвет использовать. Что это значит? Что по тону, например, если у меня нет возможности сделать какой-то другой тон, как тот, который уже был. Мне придется делать такой же тон, но изменить цвет. Тогда будет разный объект. Но я вот тут вижу, что как бы я ни делал тон, практически я куда-нибудь да попаду в какой-нибудь средний. Сюда могу попасть, сюда, сюда могу, сюда попасть. Понимаете? Значит, все. Буду делать через цвет. А цвет... Ну, не знаю. Мне кажется, вот, скажем, синий. Ну, извините. Вот придется немножко поснимать вот здесь вот эту вот часть. В первом слое, Анастасия, в первом слое не надо его сильно очень... Ну, либо такой, который подсыхает побыстрее. Слочком. Лучше вот, тоньше делает слой. Чем жестче кисть, тем она тоньше слоя делает. Вот. И так и другое дело. Ну, даже уже начинает. А можно еще? Я уже съел всю краску синий. Ультрамарин. А вот отсюда, да, можно добавить? Ну, мало. Мало? Вот вам здесь. Вот вам здесь. Для пислазурь. В Москве мало красок. А? В Москве тут мало красок оказалось. У нас тут, если что, есть, можете. На даче все. Ага. Ну вот, видите, у меня последний довод живописца сработал на фоне. У меня пока что высвечивается вот это дело, но я его еще скорректирую. То есть, у меня пока усиливается контрастность вот этого цветка. Я уже придумал, как я буду с этим справляться. Я вот, честно говоря, крашу просто одним этим ультрамарином. Но он у меня загребает. В нижнем споре, который был, и становится сложным. И становится сложным. То есть, я вот, видите, вот этот метод художественного вышивания крестиком использую. Вот. О котором когда-то мне рассказал Петя Безруков. Живописец хороший. Вот. Ну, и... Ну, во всяком случае, по тону он точно у меня попал куда-то вот сюда. Но хотя бы по цвету он отличается. А, Алексей, не будем по тону менять, чтобы не попадали в форму? Ну, так мы решили уже этот вопрос. Мы решили этот вопрос за счет цвета. Ну, просто это же может еще измениться, когда цветы будут корректироваться. И потом еще что-нибудь начать. Ну, я смотрю на базовый цвет. На базовый тон и цвет. И я как бы его, в общем-то, вижу, что он попал. Но я вижу, что он здесь зеленее. А здесь синее. Ну, понятно. Уже вот эта область, она по тону, может, и сливается вот с этой областью. В принципе, да, вот где-то. Но она, тем не менее, визуально все-таки держит рамки какие-то. Пятно вот это. Только за счет цвета. Опять же, только за счет контрастности цвета. Вот. Ладно. Значит, вот у нас пошел градиентик, да, здесь. Вам надо скорее не масло, вот эта штука, а кистемойку сюда, чтобы отмывать кисть там особо. В масле, в принципе, довольно много масла. Вы пишите пастозно, вам не нужно слишком много масла добавлять. Это те, кто там... Тоненько. Ну да. Ну да. Ну, я закладываю пока логику перехода. Вот этого градиента, да, к этому светлому картину. Ну вот, например, оно у меня сейчас ушло, придется его восстанавливать немного. Надо думать. Надо его здесь еще активнее сделать или нет. Я даже могу... Вот это чистые белила. Конечно, чистые белила, они смотрятся, как сказать, ну, выпадают из картины. Но я не должен этот цвет смешивать сразу на палитре. Мне гораздо легче, если я его скорректирую прямо вот здесь. Понимаете? Да, чуть-чуть мне его добавлю. А у меня получается тогда освещение становится вот отсюда, да? Как будто, чуть-чуть. Ну, да. Я могу вот здесь вот даже немножко поиграться со светом из-под киневой части. А вы сдвинуть хотели вазу? А я сдвинул ее уже. Да, видите, я ее обгрыз. Я ее на сантиметр убрал. С фоном. Она так поизящней стала, кстати. Она поизящней, да, стала. И вот у меня свет пошел, он как бы там проходит. То есть я вот это не хочется мне убирать. Она прикольная штука. И она как бы из-за вазы, из-за теневой стороны выглядывает. И ничего, прикольно, нормально. Вот здесь еще сложность можно потом поискать. Но во всяком случае уже как бы композицию чуть-чуть чувствуете, она передвигается. У меня только не вписывается теперь в мою концепцию вот низ. Потому что он просто перевернут. У меня освещение получается больше отсюда теперь светит. А здесь у меня тут свет. Ну, я беру и все просто перелопачиваю. И вот вы разбелили. А я, например, освещение не делаю слишком белесым. Вы думаете, что чем белее сделаете, тем больше света будет? Нет, не в этом дело. Опять же, дело в том, не как светловый цвет возьмете, А как вы контраст выстроите между освещением и тенью? То есть, если, например, у меня будет контраст слабый между освещением и тенью, то у меня тогда не сработает как свет. А если я сделаю контраст сильный, например... У меня за счет сильного контраста вот к этому, у меня вот эта часть, она автоматически становится светлее. И у меня появляется свет. Но у меня единственное, что вот этот кусок, он приблизительно тут-тут-тут, он одинаковый. То есть, ну, мне надо... Ну, здесь как куда-то в тень уходит. Но, в принципе, вот этот кусок я могу оставить, он будет темный, как от ветка чему-то темному здесь. То есть, совсем высветлять вот этот кусок я не хочу. Возможно, мне придется немножко скорректировать вот это светлое место, которое хочется затемнить теперь, чтобы была как вот, ну, как сказать... Постепенный охот. Ну, виньеточка такая. Виньеточка такая, да? То есть, вот как бы вот... Мне же надо переместить отсюда, чтобы освещение. Поэтому у меня логика тогда вот она вот здесь... Ну, чуть-чуть темнее туда делала. Вот я смотрю, да, может быть, еще немножко темнее. Вот насколько можно сделать. Ну, где-то так, наверное, можно сделать. Можно. Так. Здесь светлее, возможно, надо сделать. Ну, сейчас посмотрю. То есть, это все в процессе двигается. Ну, то есть, видите, перелопачиваю вашу композицию. Но это я ее перелопачиваю для того, чтобы найти, ну, какое-то решение тем проблемам, которые вот... Ну, вот теперь у меня освещение отсюда. Понимаете, да? В принципе, я как бы заложил освещение с правой стороны. Вот здесь пока еще белесое, здесь пока еще слишком синенькое. Я как бы набрасываю, а потом я с этими кусками буду корректировать. Что у меня еще сейчас сильно-сильно бросается в глаза? Ну, пока что много чего бросается в глаза, но... Мне, например, имеется... Катя вот, она сразу же... Все, все, правильно. Я смотрю, что если у нас освещение переместилось отсюда, то мне автоматически хочется вот это вот затемнить. Понимаете, да? Ну, как бы вот убрать вот этот... Чтобы был общий объем на букете, да? Ну, да, чтобы букет он был сферический. Чувствуете, я как бы туда раз убавил, а здесь можно наоборот, чтобы выстрелило. Что-то хорошенькое такое. Сочное. Ну, я хотя бы просто намечу вот это вот. Просто хотя бы намечу. У меня, кстати, вот это пятно, оно тоже композиционный элемент, который переносит... Видите, у меня теперь все. У меня как бы более-менее начинает она балансироваться, эта композиция, за счет вот этих вот. То есть она у меня, во-первых, красивая, диагональная. Мелочевку всю я могу сюда, вот эту, которая там, да? Мелкие букетики. А если это падающие, ты стал? Ну, можно, да, какой-то падающий лепесток. А вот, Анастасия, вы сначала сделали, вот здесь вот темное. А я смотрю, может быть, это темный, вот это как бы отсыл уже к какой-то учебной живописи, да, которая... Нижней плоскости. Да, обязательно надо. Образ букета, правильно? Ну, мне вот эта вот темная полоса скоса вот этой ткани, она мне ничего... Она мне, да, она чего мне здесь поможет решить? Объемно-пространственная вот эта вот, да и я и здесь его как бы потихонечку делаю. А это вот больше учебный стиль мне. То есть я знаю, что все студенты, вот да, давайте выстраивайте плоскость там, потом на это ставьте предметы. Ну, вот как бы убирает учебность. То есть есть некоторые клише в учебной практике, в учебной работе, которые потом у художника очень сложно избавиться от него. Ну и вот, и чего у меня теперь получается? С этой стороны пригасил, а этот цветок-то у меня, он... Чего он тут делает? Такой темный. Он выглядывает такой темный. Это значит, он у меня остался один, до которого я еще не докопался. Ну, докопаюсь сейчас. И вот, например, он у меня рыженький, да? С желтыми кончиками. С желтыми кончиками. Вот я беру его супер желтым сделаю. Я как бы вот специально это делаю. Вот беру желтым его делаю. Вот этот цветок, он у меня начинает куда-то... Ну, кстати, не очень попадает, но все равно. А как мне его рыженьким сделать? А я его беру и прямо тут, прямо тут я его делаю порыже. Причем, когда я краску смешиваю не на палитре, а прямо тут, мне легче понять, ну, насколько его надо... Цветок правильный, да? Да. Да, да, да. Правильно. Вот. Насколько надо его там светлее, темнее делать. И все такое. То есть, я смотрю, он у меня вроде как бы месиво пока есть. Ну, а потом можно взять и разделить эти лепестки, если нужно. Дописать чуть-чуть вот эти вот всякие эти штуки. Ну, я не буду полностью переделывать. Зеленые ботвы разделить, да, в смысле? Вот ботвы ты имеешь в виду там, лепестки. Ну, либо как-то чем-то там, ну, я не знаю, внутри там какие-то они же разделены. Вот они сейчас слиплись, например, а там, возможно, несколько темненьких таких. Вот этот шарик, он, скажем, будет освещен или не будет освещен? Ну, кстати, на самом деле мы вообще полностью перелопатили этот натюрморт. Вообще полностью перелопатили. Я фоточку сделаю. Ну, да. Вот. Ну, и что я еще... Ну, детали я за вами оставлю, Анастасия. То есть вы сами будете делать. Еще там, например, маленькие беленькие вот эти штучки такие. Вот я их делаю специально яркими. Цветок российского флага. Ну, типа, да. Вот. Я их делаю специально такими яркими. И теперь, сделав их заведомо ошибочными, что они немножко вот одинаковые. Я их потом беру и как бы усаживаю. Усаживаю их настолько, насколько мне это нужно. Чтобы цвет был более правильный. Тон. Тон. Ну, да. Вот я смотрю, насколько вот тон. Я пока квадратиками, кирпичиками делаю, которые потом могу скорректировать уже... Окружение? По цвету, по тону. Тем самым, корректируя я как бы и фон, немножко начинаю усложнять. То есть, яркий цвет я могу добить потом до серого легко. Вот этот вот. А серый до яркого, как я уже говорил, особо сильно проблемка. Ну, и вот смотрю, где какие акцентики поставить. Там можно, вот Катя говорила, здесь там надо складочки, не надо. А вот что вот это вообще такое? Светлая драпировка, темная драпировка. На окно не похоже пока. Не, ну можно какую-то вот ткань такую сделать? А что, можно, в принципе. Давайте. Ну, немножко вот, что бы я сделал? Подоконник, предположим, да? Вот где-то вот он там есть, такой подоконник. Там уже пейзаж такой зимний выгляданный вообще. Ну, типа. Вот здесь вот, например, скорректировать от подоконника какая-то будет, например, тень. Из помещения свой свет идет, да? Уже как будто. Теплый. Он как бы двойной. Со стороны улицы он будет холодный. Значит, мы потом мелкие коррективы делаем. Вот здесь вот, например, холодненького. Шмякнем вот здесь вот, ну, не такого, рефлексик, да? Там с улицы. Вот он у вас голубенький. Можно вот здесь вот его раз. А на желтых цветах тоже, да? На желтых цветах. Вот этих? На вот этих? Ну, с краю, с какого-то. С какого-то. Ну, это надо смотреть. Сейчас по тону немножко сливается. Здесь надо еще, конечно, с этим копаться. Вот, кстати, здесь возникает вопрос Нотана, да? Такой темы, когда темное на светлом, светлое на темном. Вот этот цветок, он сейчас, его можно апгрейд ему сделать. Он весь светлый на светлом, по сути. Но если мы его сделаем, например, вот с этой стороны, возьмем его чуть темнее, сделаем. Ну, конкретно будем говорить темнее, да? Вот так. То у нас возникает Нотан. У нас как бы один и тот же объект. Он, с одной стороны, может быть темнее, чем фон, а с другой светлее, чем фон. И вот эта тема, она придает дополнительную объемность и пространственность, когда вы играете с этими вещами. То есть, ну, грубо говоря, если у вас объект весь светлый, он кажется плосковатым. Или весь темный, например, он кажется плосковатым. А если объект, он где-то темнее, чем фон, а где-то светлее, то какую бы лепеху вы не сделали, она уже намного объемнее, чем вот эта лепеха смотрится. Понимаете, да? Согласна? Да, согласна. То же самое с листьями. Вот вы заложили листья все темным куском. Они у вас везде касаются края более светлого. А можно этот кусок разбить на какие-то другие куски, где он будет работать не как темный на светлом, а где он будет работать как светлый на темном. Где интересно? Ну, не знаю. Надо подумать где-нибудь потом. Пока что-то голова уже не работает. Не знаю. Каждый светлее. Не знаю. Может. Ну, вот, например, вот этот листик. Скажем, он сейчас темным работает, а если взять... Какой-то отворот у него сделать? Сделать не отворот, а тот же самый листик. Но, предположим, его сделать на более темном фоне. Не меняет он листика? Не меняет он листика, да. Можно. Если возможность такая идет, ну, как бы, получается... А, она как-то выглядит, а не одинаковая. Ну, они одинаковые. Но у меня здесь чуть-чуть разница небольшая есть. А, нет, есть. Большая, небольшая есть, но я могу, предположим, взять и, если уж не видно совсем, ну, могу усилить. Но это, я говорю, я копаюсь в этой работе, просто вот могу чуть-чуть усилить его. Листик. Вот, вот я усилил листик, и у меня уже вот эта масса, она не такая плоская, что ли, становится. Вот если кусок этой массы, он как бы смотрится чуть-чуть светлее, чем фон. Вот это нотан называется. Можно пройтись по вот этим цветочкам, и здесь тоже поискать вот этот нотан. По листикам можно пройтись. Понимаете, да? Вот тут он работает, вот тут он работает. И, казалось бы, я что-то намазал, а оно уже, элемент пространства, здесь больше смотрится. Вот. Ну, сейчас я смотрю, что у меня попадает по тону. Но, с другой стороны, по цвету вот это насыщение, а это более серенькое, поэтому последний довод живописца здесь тоже он работает немножко, что здесь он чуть поярче. Если бы он был потусклее, вот этот цвет, тогда бы у меня по тону бы сразу в глаза бы сильно бы очень бросилось. Ну вот. А еще ярче. Потом можно, например, веточки, да? Вот веточки. Вы когда добавляете тонкие элементы, вот у вас тут, например, есть крупные формы, есть средние формы, а мелкие, ну, маловато. Например, веточка, веточка, которая, скажем, вот она вот здесь вот будет идти, она может быть, я процарапал просто ее, она может быть светлая на темном фоне. Но когда она будет идти вот здесь, по цветку, например, да, она будет темная. То есть, я одну и ту же ветку могу сделать и светлую, она в зависимости от фона, а где-то могу ее сделать. И она туда вот пошла, и она в глубине, например, опять там более светлая пошла. И она, в принципе, как бы она собрана из разных кусков светлых и темных, но она читается единой целостной, более-менее. Но, ну, вот здесь вот я немножко потоньше просто процарапал, то есть, можно там подкорректировать, и она будет смотреться, вот этот нотан, он будет как бы играть. То есть, ну, вот, грубо говоря, это я сейчас потолще ее сделал, но она все равно работает как единая структура, несмотря на то, что здесь она светлая, здесь темная, там опять она светлая. И если вот вы, например, сделали очень толстую ветку, а вам ее, ну, надо тоньше, вы просто цветом фона берете ее там до какого нужного размера, да, ну, например, здесь таким, а здесь там светленьким просто берете вот так вот там, подкрашиваете. И у вас уже она до любой тонкости можете сделать, в принципе, довольно толстой кистью. Да, просто фона. И она вот уже здесь работает и создает какую-то историю. Вот, ну, с этой картиной еще копаться можно долго, но я вам как бы задал просто вектор. Ну, попробуйте, я здесь уже часть вопросов решил, а вы уже как бы сами дальше. Ну, во всяком случае, композиционно теперь нет ощущения, что оно совсем уехало. То есть, вот этими вещами я компенсировал. Ну, с этим можно с цветом поработать, здесь с формой можно поработать, еще какие-то решения поконкретизировать здесь. Вот тут можно какую-то тоже историю придумать. Может быть, у вас, если здесь будут цветочки мелкие, может быть, здесь у вас внизу там какой-нибудь лепесточек там, скажем, упадет. Вот, он у вас композиционно там замкнет что-нибудь, какой-нибудь этот элемент, понимаете, вот раз там. А тут будет там подпись, предположим, вот у вас там диагональ такая пошла чисто композиционно. Давайте все. Спасибо вам. Угу. Угу.